всем привет спасибо вам за то что пишите комментарии под моими роликами под моими монологами комментируйте мои высказывания и те пластинки которые я показываю здесь вера в человечество мое укрепляется с каждым днем что я имею ввиду я имею ввиду то что вы слушайте очень хорошую музыку очень много знаете это крайне приятно и напоминайте мне о пластинках которые я вроде бы как и забыл даже ну то есть не то чтобы забыл но годами не слушаю правда это не относится к пластинкам которые я сейчас покажу потому что их я слушаю часто они у меня стоят на видном месте и мне о них не то чтобы напомнили но я прочитал просьбу рассказать показать вот эти пластинки чему я был крайне удивлен потому что группа эмбрио не могу сказать что в нашей стране прямо невероятно популярна и невероятно известна ничего подобного она известна в кругах тех кто любит джаз джаз рок и невыносимая вот эта история которая называется крауд рок абсолютно дурацкое название дурацкий термин эпитет как хотите обозначаете крауд рок колбасный рок ну как и под любое стилевое определение масса самых разных групп играющих абсолютно разную музыку подпадает у критиков обозревателей под штамп вот этот крауд рок немецкий то есть хотя конечно многие как-то выпрыгивают из штанов и находят какие-то общие черты у абсолютно разных групп которые играют музыку немецкая крауд роком ну пусть будет крауд рок как хотите даже хоть горском назови только в печку не ставь как гласит русская русская народная мудрость ну у меня две пластинки всего группа эмбрио это первая и вторая которая мне нравится особенно вот это вот называется она эмбрио рожь запах эмбриона а это эмбрион опал первый альбом но вот этот просто кайфовый это просто кайфовый альбом 1 тоже кайфовый ничего не скажу ну что это такое те кто знают те знают и так а те кто не знают я скажу что а вот для тех кто не знает что такое скажу но это очень похоже местами на am and you объяснил надеюсь что вы поняли все местами на местами на agitation free хотя в общем-то и не похоже а просто в одном ключе эти группы трудно сказать работали потому что эмбрио существует до сих пор с 1000 с 1969 года и до сих пор играют и выпускают пластинки и я видел недавно пластинку 2021 года но не купил и у меня денег не было с собой так что если как-то так совпадет что я пойду с деньгами в магазин и там это пластинка будет лежать я обязательно куплю покажу правда третье тысячелетие уже без отца основателя происходит без крестьяна бурхарта который эту группу организовал является единственным человеком который играет в группе от начала до собственного конца а теперь группа продолжает его дочь но это яркий образец того что группа это больше чем сумма ее частей да как и группа beatles я могу сказать замечательный журналист музыкальный обозреватель и очень умный человек василий соловьев спаски который написал книжку всадники без головы всем очень рекомендую он так написался группа это гораздо больше чем сумма частей этого коллектива группа beatles гораздо больше чем сумма талантов четверых участников этого объединения так получается группа начинает жить сама по себе если это правильная группа если она идет в правильном направлении она может существовать и без единого члена первоначального состава и оставаться той же самой группой с той же самой ну что значит той же самой музыкой не не играть одно и то же да а в том же направлении двигаться и оставаться узнаваемый всегда когда слышишь ага это вот да это это та самая группа хотя ни одного члена первоначального состава в ней уже не играет такое бывает не часто но бывает вот эмбрио это та же самая история эта музыка как сказать говорят что это джаз рок что это фьюжн рок что это этнический рок что это импровизационный рок что это краут рок и все это правильно все это подходит для определения для определения музыки эмбрион крестьяна нашего дорогого бурхарта бурхард бурхард кстати играл на первом альбоме группы амандюл палуз дэл 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 дэлс по моему называется не помню хотя он у меня есть как давно не доставал кстати поменьше нравится из творчества мандюл но тем не менее он хороший все равно держу его и на мой взгляд это конечно рок это конечно жесткая роковая структура обыгранная импровизациями и саксофона и клавиш и флейты и гитары и ударных и массы массы инструментов на которых играют артисты вот на втором альбоме я могу перечислить состав эдгар хоффман сопрано-саксофон скрипка перкуссия ханс фишер флейта перкуссия вокал кристиан бурхард ударные лесли фортепиано вокал джеймс табаринмен джексон орган мелатрон фортепиано франц бентон вокал герман брюер электрическая фортепиано орган очень много барабанщиков очень много клавишников гитарист виолончель на первом альбоме присутствует скрипка флейта все это вместе и музыка настолько завораживающая настолько динамичная настолько яркая и насколько неожиданная и при этом очень слушабельная пускай будет такое определение это не не какая-то шизофрения полная музыкальная это абсолютно слушабельная конкретная музыка которые играют люди импровизационная штука и казалось бы да что люди вот такого вот вида играющие сплошные импровизации правом на основе конкретной на основе конкретной написанной мелодии аккордовой последовательности то есть такая основа для импровизации прописывается и на ней уже дальше полный полет сознания всех артистов которые прекрасно взаимодействуют между собой но тем не менее тем не менее это импровизация и казалось бы эта музыка не должна быть финансово коммерчески успешной да это музыка как бы элитарная как бы не для всех как бы для продвинутых но тем не менее дикая популярность была в германии была и есть в германии в европе все джазовые фестивали все фестивали там условно говоря психоделического рока современной музыки везде эмбрио присутствует и больше того они играли даже на открытие олимпиады в мюнхене в 1972 году вот такие да авангардисты авангардная джазово роково импровизационная музыка на открытие олимпиады в мюнхене и пригласили играть так что как стал один продюсер самая коммерческая музыка это не коммерческая музыка если правильно ее играть но опал 1970 год не могу сказать даже какая пластинка мне больше нравится первая или вторая между первой и второй перерывчик небольшой совсем начинается с первой вещи опал аккордовый риф гитарная первая пластинка очень гитарная очень гитарная и гитарист здесь большой приятель элвин эллили из группы там я завтра да все помнят они дружили с элвином и класс игры у них примерно одинаково если говорить об уровне техническом уровне музыку разную играли но уровень такой же убедительный скажем так начинается с аккордового рифа несколько аккордов граммоподобных с басом с барабанами все это вместе и дальше понеслась уже импровизация общая групповая с гитарой бешеный который играет и одноголосые пассажи длинные довольно и аккордовые такие построения с хорошей правой рукой быстрый точные и четкой и вот это вот аккордовая игра мне очень нравится мне вторая вещь прекрасная под названием you don't know what's happening она не в таком бешеном темпе как первая шагающая тяжелая размеренная но тоже все время хво схватившая тебя за шкирку и тащащая волокущая за собой не выпуская никуда совершенно скрипка безумная всю дорогу здесь идет вместе с гитарой дуэт скрипки и гитары постоянный и с саксофоном хоффман играет и на скрипке на саксофоне иногда откладывает скрипку берет саксофон потом меняет и вот эта бешеная история продолжается revolution 3 песня она просто очень красивая музыкально она прописана вся она выстроена и очень красивая но очень тяжелая быстрая в среднем темпе но но такая не заснуть не даст точно точно и и скучно не будет потому что гитарный рев гитарный навал переходит вдруг раз обрывается переходит скрипичные такие фразочки которые на несколько частей делят это полотно очень очень здорово очень красиво ну и чтобы не увлекаться первой пластинкой скажу про последнюю вещь которая называется people from out the space завершающая вторую сторону грандиозное произведение если кто любит слово психоделее то вот она там в полный рост и саксофон хоффмана там гуляет вообще на всей второй стороне саксофон преобладает гитара никуда не девается но хоффман распрягся на сакси в полный рост вот этот замечательный альбом запах эмбриона здесь гитары практически нет чуть-чуть она появляется ближе к концу но она не лидирует и она не производит впечатление тяжелой электрической гитары как на первом альбоме там несколько звуков несколько аккордов но и без гитары здесь хватает прелести потому что появился ханс фишер со своей флейтой и появился герман брюер про которого я уже говорил на клавишах мелатрон электропиано орган и все 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 что можно было найти в студии видимо музыкантом группы ребре и тут больше ритма больше ритма больше барабанов больше перкуссии бесконечные пулеметные очереди перкуссионный удар на барабан разнообразные скажем так и очень много флейты плита склеивает весь альбом просто от начала до конца если кто любит флейту то пожалуйста и флейта этого мне не что-то там такое это вот такое вот такое просто бешеный темп опять же повторюсь и яростная яростная дикая летящая в вас флейта прямо вот она летит и пран за это вас насквозь очень нравится мне здесь пьеса под названием испано си франка ноу на второй стороне 11 минут идет она revolution is the only way поет здесь певец по моему сам христиан и поет и очень серьезная тема она такая чуть 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 испанская может что следует из названия но только чуть-чуть а на самом деле тот же самый эмбрионов ский рок тот же самый инструментальный шквал то же самое взаимодействие музыкантов невероятное совершенно в импровизациях и прямо вот туда влезаешь и не вылезти оттуда то то так такого качества музыка так это здорово вот софт-машин они как-то они все-таки такие более пространно джазовые а эмбрио это это вам не софт-машин и даже не кинг римсон это такое вроде бы джаз да вроде бы джаз но джаза меньше чем в кинг римсон вот в кинг римсон больше джаза а здесь как бы и саксофон да и флейта все дела и импровизации но трудно подобрать определение этой музыки она настолько мощная настолько бешеная настолько качественно и интересная что сравните не могу ни с кем и не даром группа существует до сих пор и пользуется популярностью эмбрио запах эмбриона вот пойду пить пока